Христос Воскресе, Игорь Михайлович! Воистину Воскресе! Ну что ж, просмотрел я тот ролик, который выстрел в вашу беседу с Алексеем Шахматовым, который выставил на своем ролике. И многое из того, что он сказал и после, так сказать, в Кусе, то, что я увидел в этом ролике, многое мне понравилось, многое мне понравилось, потому что это все во славу Божию. Поэтому здесь нужно сказать, что с точки зрения своего представления, своего видения православия, он отразил, ухватив некоторые вещи удивительно точно, охарактеризовав, сказав о вас. Но в каких-то вещах он промахнулся и, возможно, против самого главного, не сумел это разглядеть. Все-таки мы с вами знакомы не первый день, слава Богу. У меня есть свое представление. И, по моему мнению, для объективной картины все-таки не хватает очень важных штрихов. И все-таки вот этой точности, которую он не заметил, вот ее для меня не хватило. Но, с другой стороны, Алексей был пред вашей встречей, встречался с ныне запрещенным в служении, кажется, так это формулируется, Владимиром Головиным. Вот. Я эту встречу посмотрел, знаю, что посмотрели ее и вы. И вот хотел бы у вас узнать, на ваш взгляд, на ваш взгляд, настолько, насколько, все ли точно, либо насколько точно в этой беседе отражается суть того, о чем говорит Владимир Головин и то, о чем говорит Алексей Шахматов. Вот на ваш взгляд, Игнать Тихо. Это вы говорите о какой встрече? Уже после нас он встречается с ним. Последний вот. Сегодня он там, кажется, был. Об этой говорите? Ну, да. Ну, не о той, которая раньше была, там, двухчасовая у него. Ну, да, да. Да, да, да. Видите, меня тут опасность с обоих сторон поджимает. Опасность одна, что я не скажу для сохранения хороших отношений. А дальше будут упреки. Знал и не сказал. И второе, скажу, я сразу потеряю двух человек. То есть я рассматриваю два варианта какие. Какой лучше? Тогда я делаю прицел на последний день своей жизни на суд Божий. И останавливаюсь на первом варианте. Примут или не примут, пророк Иеремии Бог сказал. А ты иди и говори. Иди и говори. Ну, в данном случае, как они говорили. Я на каждый почти материал, который слышу, какие-то маленькие наброски делаю и готовлю. Ну, в первую очередь то. Отец Владимир, он не запрещен служение, а как принято говорить, снят сан. Хотя такого выражения снять сан в канонах-то, можно сказать, и нету в том смысле, который есть. Я показываю у католиков. Это же миллиард католиков. Не просто так сбросить со счетов. Еще ни одного за две тысячи лет они не сняли сан, как говорит история. А почему? Запрещен служение. А когда собирается где-то или во время служения, он может заходить, в алтаре быть. У нас у русских не так. Тут добивает насмерть. Тут у него сотню с одной епархии, с другой, которые ничем больше не занимаются. Они только выискивают и теперь уже добивают. Это есть такая басня такая. Лев пошел на пенсию. Ну, и все стали тогда языки-то развязали. Все, Сталин сдох. Теперь мы знаем культ личности. И осел говорит, и я его лигнул один раз. А он еще ничего, уже ни зубов, ничего нету. Трубка вылетела, лежит в гробу. Что спрашивать-то? И здесь та же вот история. Куда бы ни посмотрел. Библии как будто бы нету. Вот в этой беседе. Я не знаю, что Алексей. Он по себе говорит, я не православный. Я-то около, где-то как-то. Я проверил, где он был, когда жизнь. То есть, коротко выразить, служил всю жизнь в секс-индустрии. Все развратное было. Он о себе говорит, разбирая седьмую заповедь, он только галочки ставит. Виновен, виновен. Измена там, виновен. Блуд, виновен там. Ну и все такое. Поэтому мозги проедены вдоль и поперек. Ничто так не уничтожает. Разум, совесть, как блуд. А он не только делал, но других тащил к этому. И вдруг раз, там у него богема была, аньюз, богема аньюз. И раз, теперь он в дамках. Уже начинают учить сразу. Почему? Православный клещи попал. Со всех сторон его там. Там хвалят Алексею, указал путь жизни человек, который не знает его этого пути. Он знает только то, что здесь он сидит, разговаривает. Батюшка, что сказал. Но это-то говорит он с прицелом на то, что ты что-то знаешь. А когда ты ничего не знаешь, главное, никаких правил не надо. Это всеобщее. Никаких правил не надо. Главное, это любовь. Главное, сердце, любовь. А любовь к чему? Никто не говорит. Вот вспомнишь, когда посмотришь, это братья Карамазовы, там первая была постановка тогда, чудесная, там Михаил Ульянов играет. И когда приходит сам старик-то Федоров, Федор-то их, и начинает доказывать, любовь, любовь, она блудница, возлюбила больше всех. Они говорят, не та любовь, нет, господа, та любовь самая, что она, ну, Мария Египетская. Вот, что слово любовь-то означает? Для стариков означает одно, для внуков. Ешь больше, спи дольше. Все. Больше они ничего не могут дать. Проиграли. Прокрутили жизнь, и ничего, кроме блуда и воровства, нету. Ну, не считая еще матами прикрыто. Какими это? И вот здесь они, когда беседуют, он ничего слова-то сказать не может. У меня пытался он что-то говорить там. Мне даже смешно, но я до конца выдержал, все сказал, и все. И он дальше-то сделал какое? Когда до дома-то не доехал, где-то у забора, видно, или у дороги стоит. Я был. В жизни у меня так не было. Никогда он не поймет, что он хочет сказать. Никогда так мне не хотелось сейчас блудить, материться, ругаться. Один день побыл. Целиком-то день-то и не были. Даже суток не было. И то его уже как дьявол начал разбирать. Никогда ему так не хотелось ругаться, материться. Какую-то воню он умер. То есть прокуренный весь, проронявший за свою жизнь, он какую-то воню слышал. Где? А был-то где у нас на собрании, а на улице это вообще город, дым. То есть он не знал, что сказать. То есть у него началась здесь бешеная истерика. Но самое удивительное в этом то, что я прикипел к нему. Я ему приглашение послал, чтобы приехал в Потеряевку. У него сын больной. Шизофренией, как говорят. Звать Арсений, вроде 17 лет ему. И он как говорил, что возил к Николаю Гурьянову. А женщина та подсчитала. В каком году? Она подсчитала, что это было там в третьем году. В 2003. А Николай умер в 2002. Как ты мог к нему водить-то? Вот тут тоже непонятно. То есть он ошибся как-то. А женщина там рассчитала. Видит. Раз он учится в 10 классе, 17 лет. Тут она отняла 19 и 17. Ну, где-то вот это. Но он был не зря. Уже замещают люди. У него нигде, никогда подобных встреч, конечно, не было. И в него ничто не вмещается. Библию не знает. Не знает и не помнит. И все. Но главное, его коснулось. Я говорю, самое удивительное то, что он у меня на молитву вышел на первое место. Как будто я ожидаю какой-то развязки. И он нуждается в крайней бережности поддержки. Он это услышит. И как? Я не могу это объяснить. Чувство очень редкое такое. После всего, что он там наговорил, ну, не знаю. Тем более, надо по скайпу проговорить, чтобы узнать, что он какой смысл закладывал. Почему ему никогда так не хотелось блудить и блудить. И материться, когда вернулся. Что он не то получил. Я по-своему толкую, что, значит, здесь сатана был закупорен сутки. И сутки у него не было никакого блуда, ни матерков. И там теперь он рванул его по частям. Ему надо, ну, восполнить. Там процентов 300 матерков выдать. Я так поясняю. Больше пока у меня нет никакого толкования. То, что съездил не зря, его там поощряют. Да, не зря Алексей съездил, там то другое увидел. И главное, что видят. Вот он говорит, это любовь. То есть он ничего не говорит. Как раз он пришел, прилетел интервью брать за 3300 километров. И вернулся назад. Я вопросы задал. Часто ли такое бывает? Нет. И он что почерпнул? Я сказать без его ведома не могу. Но, похоже, что-то осталось. По крайней мере, те вопросы, которые он принес. Не его вопросы-то. А вопросы от кого-то. Он, видите, отвечал. Другой вопрос. Так я не ответил. Ни один вопрос я ему не мог ответить. Он перескакивает. Давай мне, главное, вложиться в полтора часа в эти. Ну, понятно. Необходимо дальше. Он для кого-то. Он видел, что я иду совершенно не тем путем, который предполагали они. И вот здесь, когда разговаривают, я хочу это сделать в такой форме, сценарии. Разговор. Дальше я буду говорить не об отце Владимире, который собирался к нам приехать, не об Алексею Викторовичу. Я просто говорю, в общем, где-то о системном. Чтобы потом, ну, как-то не столь ранимые они были. Но хотя я знаю пословицу, не тот друг, кто мне одомажет, а кто правду в глаза скажет. Так вот сказать, что люди, когда приходят или задают вопрос, это общая беда всех. Они понимают, верят в это, что люди пришли к ним. Понимаешь? В этом ошибка вся. Я понимаю так. Он прилетел не ко мне. Он пришел ко мне. Мне звонили, до этого я ему не писал ни разу ничего, вообще нет. Я его не звал, другие там старались, чтобы встреча была. А что скажет Господь? И являюсь ли я рупором Божьим? Могу ли я передать Божьи слова, слова святых отцов без повреждения? И тут не менее важную роль играет сам-то я исполняю это или нет? И в руку не оттолкнули, что человек исполняет. Он никогда не видал. И сразу бросили, за это кому это знание много, любви нет, медь звенящая, ничего не знают. А медь звенящая не знают. А вот они, когда ничего не исполняют, ни правила, ни божественные, ни соборов, то тут любовь в сердце. А почему? Она пришла в церковь, рот разинула, причастилась, пачку свечек поставила. То есть все извращено. И это виновность системы, которая в православии попы. Любыми путями выжать из людей деньги. Деньги. Больше тут ничего нету. Мамона. Когда сказано Христом, не можете служить Богу и мамоне. И вот когда задают им, повторяю еще раз, я не конкретно о них. А кто желает перенести, он перенесет. Мне дорог тот и другой. А что в этом ты-то нашел? Куряка. Когда его причастить-то подтолкнули, самое главное-то. И он стоял, говорит, я только думал, когда бы скорее закурить-то, когда это окончится служба-то. Он смолит и смолит непрерывно. Говорю как бы о ком-то. Вот это главная беда, когда священники, находящиеся в системе независимо патриархийной, католической, они мыслят о себе как о проводниках божьих слов. Не зная писания, не живя по ним. И, конечно, в таком случае нет прямой связи с Богом, и отсюда результат стопроцентный брак. И делают людей, как-то клепают по подобию своему, такие же. Пришел батюшка, спаси Христос. Что бы он ни сказал, что ни сварганил поп, так вот он же священник. У них понятие такое. Вот это хорошо. Максим Степаненко показал, что мы на сто процентов правы. Таланты в нас умножились. Батюшка у меня, отец Айким, брат родной, 40 лет служит. Я, говорит, ни одного случая такого не знаю. Наоборот. Как рукоположили, у него надменности больше. У нас тут был один, даже фамилию можно было назвать. Ну ладно, сын одного священника, здоровый, крепкий, видный. Видно из себя. Вот. И его решили рукоположить, но надо жениться. А тут девчонка такая, она, ну, до плеча ему не достает, я ее не знаю близко-то. Но она ему отказала. То ли прозрение было, или что. И он ничего не придумал, как принять монашество. И Антоний, тогда был Антоний Массензич здесь до Максима, а теперь вот Сергий, митрополит. И он его постриг. Когда он постриг его, из него такое полезло. Ну, он-то уже диакон. Уже рукоположенный диакон. А тот, который у него был когда-то там пониже-то, там щтец или кто-то, его уже спасали священником. И он в первый же день в алтаре подает руку ему, поцелуй руку-то. А тот ничего лучше не нашел, как у него было-то, к кадилам. Он развернулся, к кадилам его бабахнул, как там угли по алтарю, говорят. А там мне уже рассказывают-то. А архиерей-то все доложили, а он что сделает-то? Архиерей пузатый такой, он его ткнет и проткнет. А он здоровый, крепкий. У меня был в лагере когда-то ребенком, я его выгнал из лагеря. Непослушный, гордый. Гордый, просто гордый. Его биография интересна, дальше будет. У него голос. И он стал петь в подъездах метро. В Новосибирске. Зарабатывая или что? Потом кончит консерваторию и будет выступать в театрах страны. Там белорусский театр хвалился. Наконец-то у нас настоящий, кажется, бас, что ли, есть вот такой он где-то. И он там, князь Игорь поет, где на сцене стоит. Ну, специалист. Женился. По боку все монашество и прочее. А вот теперь кому приходить? Архиерей говорит, почему вы мне ничего про него не сказали? Я говорю, а почему вы меня не спросили? Я через один дом жил от храма Покровского собора. Они меня не спрашивают. А потом уже, когда с жареным все провоняло, начинают спрашивать. И вот в этом случае они сейчас то, что делают, меня ни разу не спросили. Когда он прилетел сюда, в Барнаул, первый вопрос о молитве по соглашению. По согласию было бы, а то по соглашению, оно звучит как-то это постарушище. Ну и что? Я им ответил, по слову Божию, это всегда было так. Особенно Исфирь, когда она в царском дворце. А Мардахей здесь, Аман устроил ему этот, ну готовый, Холокост. И как они молятся, особенно в фильме Исфирь, это очень красочно показано. Ради этого стоит только посмотреть фильм. Здесь Павел говорит, молитесь обо мне, да был я обозвращен по ходатайству многих вам. В послании к филиппийцам, в другом послании. То есть он вызывает всю церковь, и все молятся. Это и есть молитва по соглашению. Но никогда, нигде за деньги не было. Только у Валаама, когда он пошел проклинать народ Божий, аслиса легла под ним. Аслиса остановила безумие пророка. Он был увлечен этим. Это вот у них все Валаамова сегодня. Не остров Валаам, который, а тот был, который пророк Божий был. Вот вижу звезда, и звезду носят рождественскую, это от него. Он Божий пророк был, но свихнулся. И был убит при захвате земли. Значит, то, что у них есть, и там 700 рублей за имя, 1700, кажется. Я уже это посмотрел, на меня выслали этот реестр, который в интернете стоит. Нет слов. Как они могли все это не понять? И то, что с отцом Владимиром случилось, они на него там наворачивают разные вины его. Все эти вины не стоят выеденного яйца, как говорят. Главное то, что он организовал денежный поток, минуя патриархийные средства. В другом месте все пошло мимо, а этого они никогда не простят. Вот тут вся, говорится, и собака зарыта. И сейчас они еще не убрали. У меня желание, чтобы они как-то смирились, на меня вышли и убрали из интернета. У них там прямо сколько, чего, когда, как секретарь помещает, на сколько, какое капец считать. То есть бизнес. А это самая настоящая симония. Потому что молитва – это залог того, когда человек принимает крещение, когда причащается. На всех таинствах во главе всего как бы главизна молитва. И молитва за деньги. За деньги. Прямо цена назначается. И люди посчитали, что так много людей, сколько речь идет, конечно, ну, судя по их расчетам, на семизначную цифру. А это патриархия знает и мимо, и ничего не могут сделать. Он совершенно выделился. А теперь они его рвут. Теперь, если маленький где-то он кого-то благословит, сразу его предадут анафеме. Следующий шаг только анафеме. А это уже, он причащать уже не сможет. Сейчас он может, как мирянин, как говорят, хотя это слово такое неправильное. Бог не разделял на мирянды и прочее. То есть, без человек, не имеющий сана, так можно сказать. И вот здесь, когда отвечает, ну, главное, что за столом, когда там бывает кто-то сидит. Люди меня спрашивают тоже, а что самое главное? А как Господь, что оставил? Я хочу коснуться сейчас всего этого в Священном Писании. Немножечко подверну, вот так. Не знаю, вам будет меня видно или нет. Вот. Сейчас, подожди-ка. Не идет она у меня. Не видно меня или видно? Видно. Видно, да? Да, да, да. Так, вы где можете, себе пометку можете сделать до памяти. Потом рассмотрите. Я назвал это наказы последние. Что самое главное в жизни человека? Вот когда родители уезжают, я называю, уже на подножке в вагоне стоит, он остающимся домом говорит, вы только не забывайте козу, корову напоить. Не забывайте там курицам дать. Самое главное накормить. Вот, чтобы вода была пить, иначе я вернусь через неделю, у меня дохлая скотина будет. Не смотрите. Самое главное, ну и с огнем не играйте. Вот самые последние наказы, которые Господь давал ученикам своим. Отсюда вывод, они были самые важные. Приступаю. Притом давал он воскресшие уже. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. С 20. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». В этом нельзя сомневаться. Итак, ему раз на небе и на земле дана, значит, он участвует в небесном и в земном. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Они говорят, я с вами во все дни до скончания века. А впереди не считают этого. И получается, они идут в другую сторону. И никого, нигде, никогда этим не привлекут. Впереди сказано, идите, не сидите за монастырскими стенами. Не сидите у себя в храме только. А идите, как прекрасны ноги благовествующих мир. А у священства профессиональная болезнь – закупорка вентом и прочее. Все почти болеют. Он стоит на месте часами. Ну и желудок. Потому что обедать когда он будет? Пока все эти заказные молебны. А потом пришел, сразу за один раз все съедать надо. Движения нету. Оттуда рыхлость такая. Итак, идите. То есть, никакие монастыри Господь не предусмотрел, где можно сидеть. Не идите – это означает зарытый талант. Он принес, завернутый в платок, вот тебе твое. И виновен уже не человек, а Бог, что такие правила устроил. Запомним. Виновен Бог. Он только принес. Говорит, вот тебе твой талант. Я знал, ты злой и жестокий. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Вот тебе твое. Он говорит, раб злой. Я буду судить тебя твоими словами. Это про нас. Это про православие, про католиков. Все, которые от первоначала идут. Монастыри 4 века захлестнули – все. Ты почитай правила Гангерского собора. Правила за правилом. Проклинает всех монахов – все, правила. Почему? Кто оставит отца или мать, ради благочестия, да будет подклятвуя. То есть, проклятие. Кто оставляет жену или жена мужа, из дома убегали. Ради спасения, да будет подклятвую. Кто оставил детей? Дети родителей. Почему? Государство застопорилось. Были монастыри по 50 тысяч человек. Это вообразить даже нельзя. То есть, началось разрушение государственного строя. А там они сами работают, поля. Вот житие Святого Пахомия перечисляется. Сколько было переписчиков, сколько кузнецов, сколько строителей, сколько путешествующих, которые где-то торговали. То есть, это отдельное государство в государстве. И тогда собор ударил по всем. Прекратите это. Под чужими именами, переодетая, она причащается, все на лжи построено. Женщина. А, говорит, я Евгений. Она не Евгения, а Полинария. Ну, это мы таких можем назвать. Феодора. Итак, идите, научите все народы. Да как ты будешь учить, если Библии не было переведено 900 лет в России? Где? Мы получили от Греции. В Греции, когда приступили переводить на родной язык, там бунт был. Убили патриарха. Это даже нельзя никак по-другому сказать. Чтобы главное было непонятно, что написано. До 1876 года на русском языке не было Евангелия. И когда профессор Павский Герасим Петрович перевел большинство книг, а он профессор, воспитатель царских детей, профессор, знаток языка, против него воздвиглось такое гонение, это похлеще, чем Дворкины. Придать суду. А он взял, да еще допустил для студентов Академии, налитографировали 500 экземпляров отдельной книги для лучшего разумения. Академии, учатся и разумения никакого нет. Ну и спрятали где-то 2 или 3 экземпляра, остальные нашли и сожгли. И благодаря только царскому заступничеству он оказался не в тюрьме. Ни на что не посмотрели. А почему? Я долго искал ответ. И нашел, кажется, там Филохов, там Филарет, и он дал ответ царю. Говорит, царь, если будет переведена Евангелие на русский язык, в стране будет революция. Вот ответ. То есть шли совершенно не в ту степь. Итак, идите, научите все народы. Этого не делали. Крестья, то есть в оригинале стоит, погружая их во имя Отца, если погружения нету, не идут. Учить не учат. Не учат совсем. Что я повелел вам? Ну, не все, но отдельно учат. И тогда, и все, я с вами во все дни до скончания века. Вот тогда я с вами во все дни до скончания века. А не просто он обещал. Почему впереди-то? А это предложение-то одно идет. Девятнадцатый стих с большой буквы и заканчивается, аминь, двадцатым стихом. Берут только концовку. Это абсолютно неправильно. Считаем дальше. Евангелие от Луки 24, 45. Ну, 45 по 50 стих. Не противоречит тому, что мы просчитали в Матфея. Нет, тоже вы свидетели сему, и я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречетесь силой свыше. И вывел их вон из города до Вифании, подняв руки, благословил их и стал удаляться. То есть, конкретно, четко, ясно. Вы будете сидеть, оставайтесь в городе Иерусалиме. Это ее монастырское житие. Десять дней. Не десять веков. Десять дней. Я пошлю обетование отца моего на вас, а вы оставайтесь. Доколе не обречетесь силой свыше. А обречение силой свыше говорят священники? Не один. Ну, может быть, один кто-то говорит. И то с оглядкой. А если не обречешься силой свыше, а ты никто не родился свыше. Духа Святого нет, ты не его. За этим стоит бездна. Вот это все видел Симеон Новый Богослов. Почему я, когда первый раз прочитал его, архиепископ Василий Бресельский говорит, почему Феофан Затворник, когда дошел перевод его, не стал переводить, чтобы не было соблазна. Люди сразу признают себя неверующими. И вот после разговора моего с шахматами, вот эта история у людей, которые вокруг него, 300-500 отзывов, и все одинаково. Вот у вас, понимаете, такая теплота, столько Лапкин говорит, это так жестко, это видно, что нет. Главное, это любовь, это сердце, любовь сердца, то есть люди мирские. А он-то этого не понимает, что столько людей обольщено им. И они нахваливают, даже наши разговоры, беседы были, только ухватили за молитву. Молитва там, когда поднимается квадрокопер этот, фотографирует. Так, ждите обетованного от отца, оставайтесь в Иерусалиме, доколе не обречете силы свыше. Ни одной проповеди никогда, нигде не слышал. Деяние 1.6. Посему они, первая глава заканчивается, садясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. То есть речь идет о крещении Духом Святым. И десять дней кончились, и теперь они запуганы, за закрытыми дверями все распахнулось. И завеса разорвалась надвое. И он пойдет. У вас что-то картинка перевернулась боком. Да, пойдет. Вот так. Сказав сие... Я ничего не делал. Ну да. И сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Но вы примете силу, восьмой стих, первой главы Деяния апостолов, когда сойдет на вас Дух Святой. И результат этого, что и будете мне свидетелями. И когда мы читаем Евангелие от Луки, первая глава говорит, и Дух Святой нашел над Симеоном, и он начал говорить. На, но Дух Святой сошел и начала говорить. Мария зашла, Дух Святой коснулся, и она начала свидетельствовать. Или совета Дух Святой. То есть все до одного. Явление Духа Святого проявлялось в проповеди, в ревности, распространении Слова Божия. Мусульманства как такового не было бы. Сегодня два миллиарда, которые враждебно настроены против веры Христовой. Так открыто, явно. Если бы проповедовали. Они были бы православными. Деяния, вторая глава, двенадцатый стих. Просчитаю побольше. Изумляли все и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные на смехае сговорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, то есть они встали, возвысил голос свой и возгласил им. Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, все да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предрещенное пророкам Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью до Духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши. На всякую плоть и что будут делать? Пророчествовать. Не чудеса творить. Не мертвых воскрешать. Пророчествовать. И дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидения вразумляемы будут. Вразумляемы. А сегодня нас смотрятся такие снов, что остатки разума потеряют. Вот теперь это совершилось. Я считаю. Римлянам 10 глава с 8 стиха. Но что говорит Писание? Ни один православный до перевода. Ну, ни один, то есть все не знали это. Может быть, один и знал. Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. Вот что должно быть в сердце. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо устами, если будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в него, не постыдится. На суде Божьем справа будет. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А как? Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будет послано? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Какое? На воскресенье Христа. Но не все послушают с благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил, слышит ему от нас. Итак, вера от слышания. Вера не от того, что он съел проспору, не от того, что в монастырь пошел. А от слышания. А какое слышание? А обед монашеский принял? Нет. А слышание от Слова Божия, которое запечатали, которого нет. Ну, 17 стих 10 главы Криминам-то. Куда его девать? Вера от слышания. А сегодня от чего вера? А утешение пришли. У меня горе было. И вот я пришла, и батюшка меня головку поцеловал. И все это я знаю конкретно. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их. И до предела вселенной слова их. В чем выражалось свидетельство Божие? Свидетельство, которое переходило в людей. У них была вера. И там, когда мы считаем первую главу деяния апостолов, они избрали на место Иуды. А потом уже Дух Святой, чтобы Он был вместе с ними, получил одинаковые права и благодать Божию. Считаю еще раз 17 стих. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И вот когда сидят за столом, говорят люди где-то на разные вопросы. Редко-редко священник укажет, какая глава, какой стих и откуда взяты. Нет. А он, батюшка сказал, батюшка сказал. А так бы они не говорили, батюшка сказал. Они бы сказали, деяние апостолов. Деяние апостолов. Послание апостола Павла к римлянам. 10 глава, 17 стих. Православный этого сказать не может. А так как от меня слышали, ну, ходящая энциклопедия только трещит, и все это говорит, и ему слушать надо. Вот то ли дело, ответил Алексей-то. То есть народ совершенно никакой. Даже пустым нельзя назвать. Для пустоты все-таки сосуд нужен, а тут и этого нет. Деяние 16.9. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря. Приди в Македонию и помоги нам. Где, в каком монастыре за полторы тысячи лет было такое видение, чтобы кто-то пришел и сказал, монахи, что вы сидите? У одного пахомя 11 тысяч мужиков. Это дивизия. И главное, чтобы нигде не разговаривать ни с кем. Язык отрезали. Молчание золото. Это монашеское все. И главное, подчинение Аве. Дороже поста и молитвы. А Господь сказал, нет другого оружия против дьявола. Постом это дьявол вышиб из рук. Чисто дьявольское изречение. Или изречение. Не надо проповедовать. Главное, стяжи дух мирный, и вокруг тебя соберутся тысячи. Кто это сказал? Который говорил, когда Дух Святой оставлял меня, я говорил неправду. Он сам это признал. Но сегодня, скажите, где, когда за последние 250 лет, когда было это сказано, где, чтобы тысячи собрались, а ты молчал? Мирный. Давыд говорит, я мирен, но только заговорю, а не к войне. Они мира не знают. Павлу было видение, больше видения нет. Икона появилась вдруг, шла, остановилась, строй монастырь. Это другая вера. Никакого отношения не имеющая к Евангелию, к Священному Писанию. Иисус Новин говорит, 10 глава, 4 стих. «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом, с сынами Израилевыми. С той солнца над Гаваоном. Придите и помогите мне». Тогда это было что? Для победы, продления света. А сегодня не хватает времени дойти, ответить на все письма, встретиться с людьми, возвестить путь покаяния, примирить. Почему Иоанн Златоуст знает и говорит, чтобы душу обратить, ты пошел куда-то, нужны тысячи талантов. Не одна тысяча, тысячи. А чтобы крестить, а сегодня даже этого не надо, ни одного таланта. Достаточно быть рукоположным, незапрещенным. И мы считаем, евреям 13.8. Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Такие же требования. Писание не изменилось. Тут о чем бы ни сказал. Они не понимают ничего. Как священники собрались, чтобы меня уловить. И говорят, а вы тоже нарушаете. Знаешь эту сказку? Сидели они, два Андрея. Я тоже нарушаю, что ем с евреями в Корчме. Я говорю, я там никогда не бывал. В бане с евреями моетесь, а я в бане вообще в мире не хожу, в миру, где. Ну, тогда, а вы ездили без лопатки. Лопатка, я сфотографировал. То есть, ну, если Писание об этом говорит, а они берут каноны, то им никто это не запретит. Но они наугад били. Два Андрея, там, где Володя жил. Евреям, тринадцатая глава, седьмой стих. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали. Алексей, Божий человек, где он проповедовал? В собачьей конуре и помой на голову. Где проповедовали? Назовите мне. Андрей Кураев это исследовал и говорит, у русских за тысячу лет ни одного мирянина не канонизировано. Не считая тех, которые казнены. Ни одного. А почему не канонизируют работника таможни, что он не воровал, взятки не брал? Какого-то кузнеца, что подковывал коня, не расковывали. Семенина простого земледельца. А может, не земледельца, преподавателя где-нибудь в университете. Почему не канонизировали? Если жил по заповедям Божьим, то нет. Потому что канонизация, во-первых, она не Божье дело. 1 Коринфян 4, 5. Не судите никак, прежде всего, никак. Ни анапима, ни святость. Доколе не придет Господь и не осветит сокрытого мраки. И тогда, и тогда, тогда будет похвала каждому. Вот и поминайте наставников ваших, которые проповедовали. А много ли их, которые проповедовали им Слово Божие? Взирайте на кончину, подражайте вере. Их, да как это? А вот такой-то там отец, вот умер Николай, а он так-то говорил. Так он проповедовал Слово Божие? Нет, он разгадывал. Люди заходят, а я знаю, как тебя звать. Ну, возьми. Мария Египетская-то закричала ему. Зосима, отстань от меня. Он гонится за ней, а на ней ничего нет. И она узнала мое имя. У имя узнать любая цыганка знает. Только подойдешь, она тебе имя называет. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Каких наставников? Которые, конечно, проповедовали. Иначе участвовать будешь в злых делах. И дальше читаем. Первое Коринфянам прочитали. Филиппийцам 3.17. Против этого воюют. Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете у нас. Когда говорили об этом? Нет. Это даже думать нельзя. Это нельзя. Как это подражать? Мы грешники, супергрешники. Деяние 20 глава 15 стих. А первое Коринфянам 4.16. Он говорит, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Вот 20 глава. Ее читают в церкви с такими пропусками. То есть они знают, что там приговор священству. И отплыв оттуда. 20 глава Деяния 15 стих. В следующий день мы остановились против Хиоса. А на другой пристали к Самосу. И побывав в трагедии, в следующий день прибыли в Мелит. Запомним город Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Ассии. Потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. В Ефес он не попадает. Он в сторонке стоит. Из Мелита же, послав в Ефес, он призвал пресектиров в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им. Пальцы загибай. Он сказал им. Вы знаете, как я. Вот я. Мне упреков много. Я начинаю говорить. А вы якаете. Как я. С первого дня, в который пришел Васю, все время был с вами. Я, работая Господу, со всякими смиренно мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся под умышлениями иудеев, со многими слезами проповедовал, да сегодня найти я не знаю где. Как я. Я. Загибайте. Не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, чему не учил бы Вас и всенародно, и по домам. Кто я? Я. Возвещаю иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Кто? Я. И вот ныне я, по влечению духа, иду в Иерусалим. Не знаю, что там встретится со мною. Только мною, это как раз говорит я, это местоимение. Только дух святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорбы ждут меня. Это я. Но я ни на что не взираю. И не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. Мое это тоже я, которое я принял от Господа Иисуса Христа проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я, чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью свою. Ибо я знаю, я знаю, что по отшествии моем, это тоже я, войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Это 29 сих. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуете и памятуете, что я, я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, которого нет, закрыли, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, то есть симонии никакой за молитвы не берут, ни одежды, я, я ни от кого не пожелал. А тут все желают. Сами знаете, что нужным моим, это тоже я, и нужным бывшим при мне, тоже я, послужили руки мои, сии, тоже я. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, и он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Сколько раз? Двадцать один. Двадцать один. Вот представь. Двадцать один. Двадцать один? Да. Ну, представь себе, маленькая встреча, он торопится, а на что он должен был показывать, когда подражайте мне, как я Христу. Почему люди сегодня так, я каждый раз говорю, как Павел, это благодать сделал, но я не могу по-другому не сказать-то. Я говорю, мы начали строить православную деревню, православную деревню, да в чем вы якаете? Я говорю, ну мне пришлось быть в сорок пять лет начальником лагеря, опять я. То есть они с ума сходят. Почему? Почему? Потому что в этом свете они ничто, темные пятна. И при том это сплошняком идут. И только один, да в чем мы увидели Игнатия хвалится? Это Господом хвалится, вещи невероятные. Это невозможно сделать человеку, он и говорит, столько проехали, живые остались, и позволил Господь издать, и все прочее. А вокруг-то, когда человек, не знающий Писания, вот это вот что, они умирают буквально. Вот я пришла, а он сказал, или батюшка сказал, мне так тепло было, она поехала. А вышла она из этого? Нет. Больше половины, говорит, на вторую букву алфавита называются, женщины. Которых задел однажды Максим Степаненко, его архиерей убрал, там такой бунт был против него. Вот 21. Дальше считаю. Кримином 8-9. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не Его. Все. Ты можешь быть патриархом, папой римским. Дух Христов. Не знаете ли, 1 Коринф 16-19, что тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Они, какой православный про это знает? Да вы, мне говорят, а как вы себе так говорите, что вы избранные? Ну, ради избранных сократятся дни. Много званых, мало избранных. Никак это нельзя говорить. Да вы что, гордыня такая прелесть, гордыня прелесть, гордыня прелесть. Их замыкает, они проворащивают и проворащивают. А то, что они не знают Бога, это явно Писание не изучают, нарушают. И они их одобряют друг друга, хвалят. 1 Коринф 14-17. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Сколько я? И дальше 15-10. Загибай по новой. Я более всех вас говорю языками. 1 Коринфя 15-10. Но благодатью Божьим есть, то есть я, что есть я, и благодать его во мне, я, не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божией, которая со мной. Но я всегда это добавляю, но это не влияет. То есть апостол Павел попадает под самое суровое обличение сегодняшних парисеев, приблудных. 2 Коринфянам 11-21. 2 Коринфянам 11-21. За каждым словом стоять я. И от Иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями. И в труде, и в назрении, и в часто бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стужи, в ноготе. А говорит, если ты говоришь о себе, то награды от Бога не получишь. Ну, Павел-то, фарисея от фарисеев, он не боялся сказать. И священники, когда говорят, они никогда не могут показать, что они делают, подражайте мне, как и о Христу. Не один. Вообще не один. Где-то хоть процент есть, а здесь не один не может сказать. А причем? Ложное толкование. Ложное разумение священного писания. А человек, видя этот образ, с кого писать нам образ? Писал еще Маяковский Владимир Владимирович. С кого? Ну, ясно показал, на кого. В дужной ноготе, в бдении, в голоде, в жажде. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей. Забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся. Если должен мне, я, хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенно в веке знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Орет истерег город Дамаска, чтобы схватить меня. Меня-то я. И я в корзине был спущен из окна по стене и сбежал их рук. Его рук. Сколько раз? Двадцать один. О, представь себе. Вот два только примера, уже двадцать один. Сорок два раза. Сорок два раза сьякал. И оставил нам пример. Сегодня этого даже не знают. А у меня тут программисты говорят, вот в чат рулетки. Людям интересно, что я самый старый, пока в чат рулетки не нашли моего возраста, никого. Вы говорите биографию, людям интересно. Я говорю. Это специалисты говорят. Я в каждой библиотеке говорил. Во-первых, я незнакомый. Во-вторых, надо показать, что мы истинно верующие. И почему так делаем. И в пятнадцать-двадцать минут вложить доверие к книгам. А ты попробуй это сделать, когда тебя никто не знает. А я шестьсот пятьдесят раз это говорил. В каждом, где я был. А кто ты такой? Потому что, если на меня там двести с лишним или сколько роликов, так я садил, он только задел лапки, но там ползет, черная полоса идет. Но если это так, я обращаюсь к этому, когда беседует кто-то с кем-то, они не могут показать пример, когда человек по слову Божию это делает, сверяется с Богом и слова его по-божьему. И поэтому, если где-то замешаны бывают деньги, это запах тлена и смерти. И вызволить от этого почти невозможно. Я это говорю, не задевая никого, потому что кто поймет, поймут, что я про них говорил. Но такое и есть, встречается. А меня это соблазняет, что у вас ласточки в храме сегодня одна. Ласточки в храме поют. Вот. Христос воскресе, как люди сказали. А это вы выдумываете. А ласточки оправятся, там иконы запачканные будут. 27 лет, ни одна икона не запачканная, закрытая салафаном. А дальше, а чаша священник выйдет, а она какашку уронит. Ни разу, то есть выдумывают. У них этого нет. А прямо 83-й псалом, 12-й стих. У алтарей твоих, Господи, ласточки гнездо свела. Прямо псалтырь говорит об этом. Они еще не знают. И поэтому мы являемся для них невостребованными. Он мне сказал, когда приезжал тут, теперь я говорю конкретно о шахматах. Он говорит, вот если бороду сбрил, ну говорил бы не так. Людей-то сколько было бы больше, а мне зачем больше? Меня никто не посылал делать больше. Бог послал мне говорить правду. А правда, вот зарядите Вселенские Соборы в интернете. Вы найдете. Сколько трудились над их правильным толкованием. Занар, Волсамон, Арестит. Да еще другие были люди. А я тебе ни одного правила не знаю. Зачем правило? Это не любовь. Разбойник спасся так. Блудистый сказал прощенную. А не забывать, что это было до основания церкви. И такого раскаяния, ну что спрашивать, пригвожденное-то. Мы из нашей скудной, изнеженной жизни вряд ли выдавим. То есть совершенно никакой народ. Никакой. А сейчас бы все это знали. Сейчас бы написали, где священник за молитву берет деньги. Батюшка, да что ж это делается-то? Мы как-то не думали. Вот могли бы сегодня восстать все. Убрать немедленно. Чем дальше, тем труднее будет. Если у вас будет на сердце положено, каким-то путем выйдите на тех священников, у кого за молитвы. А в церковь это берут? В церковь это берут? Когда заказывают. И Афон берет? Да. Афон-то берет тоже испокон веку. Поэтому рассматривая во свете Библии, я останавливаюсь на том. Вернемся к Библии и по ней почистим все наши недостатки. Я останавливаюсь. Вот все. Спасибо, Христос Игорь Тихонович, за такой подробный анализ, разбор. Потому что все-таки отличается видео. Ваше видео с беседами Шахматова я смотрел и с отцом Андреем Скачевым, и с отцом Владимиром. Действительно, эта беседа, она стоит особняком. Ну и что касается действительно труда, то здесь, конечно, речь не идет о количестве. Но даже если идет о количестве, то, наверное, ни у кого в интернете сегодня столько нет авторских роликов, сколько у вас. Да, 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 нет, это точно, 15 тысяч 100. Так у нас, которые приходят-то посетители-то, а 36 тысяч подписчиков. Это не проходной двор. Новые-новые люди. Я уже давно смотрю вас. А у них так, прошел там, кривляется, голая женщина там. Мне на днях один вышел, говорит, у меня подписчиков 9 миллионов. Я говорю, а откуда у вас? Ну, я там детские игры составляю. Ну, ребятишки, на игры. Ну, чего ж, их не будет-то много. А если я призываю по канонам жить-то, тут уже остается кремень. Только и всего. Да. Да. Ну, тогда, Игорь Тихонович, позволите еще один вопрос. Вот во свете Библии. На этой неделе, вот, брат, как бы, предложил такую тему близкие, размышления. Вот, честно говоря, я об этом никогда не задумывался. Засумывался, ну, вот, скажем, то, что мы знаем. Если храм земной построен по образу небесного храма, это говорит о том, что в Царстве Небесном есть храм. Соответственно, если есть храм, то должна быть жертва. Тогда вопрос о причастии, да, то есть будет ли оно или нет, либо причастие, то есть первосвященник и жертва, это будет сам Христос, который будет в небесном храме. Вот как разрешить этот вопрос во свете Библии и учения святых отцов? Очень даже просто. И храма я не видел, Иоанн говорит. Значит, храма в нашем понимании нету. И сам Господь храм. А дальше что будет? Дальше закрыто. Златоус говорит, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Тем более, такие таинственные, сакральные мысли. Я считаю, это даже слышать мне не подобно. Не то, что там отвечать. Не один. Ангелы желают приникнуть, ангелы, даже в земное рождение. А мы будем рассуждать о вечности. Что вы? Не видел глаз, не слышал ух и на сердце, не приходило никому. А мне что придет-то? Я что, сам себе враг? Никак. Спасибо, Христос, Игорь Тихонович. Все понятно, вопрос снимается. Но до красносердца не приходило. Никакие таланты, никакие историки-филологи, они не ответят. И не надо, нельзя трогать. Нельзя. Как учение Святой Троицы. Аминь. Верить можно, а объяснять нельзя. Это выше наших человеческих возможностей. Все понял, принимаю. Аминь. Аминь. Ну, слава тебе, Господи. Поэтому мнение людей, которые ничего Бога не знают, а вот говорят вот то-то, то-то. Иоанн Затаус определил, объясняя слова Иоанна Богослова. Он говорит, я избрал вас из мира, и потому вас мир ненавидит. А теперь, говорит, они говорят по-мирски, и мир слушает их первое послание Иоанна. Вот и весь ответ. А раз по-мирски, ты хочешь по-мирски говорить, я могу сегодня создать там какую-то, отдельно даже, и наберу быстро-быстро то, что. Сразу говори, интересно. А когда говорить людям, что в таком состоянии не спасетесь, и надо отвергнуться себя, взять крест, следовать за Христом, да кто же пойдет за это? Мы это конкретно знаем. Вот у нас как-то деды были, говорит, такая вера была легкая. Дед с бабушкой в карты играли. А у вас то нельзя, другое нельзя. Я говорю, а я даже этого не знаю и нельзя. Закон написан не для праведников, а для грешников. А если я не участвую в делах злых-то, хоть день и ночь давай рекламу о матерках, о табаке, о наркотиках. Я даже слушать не буду. Зачем? Да у меня этого нету. Я что буду слушать-то? А если конкретно скажут вот то-то, то-то, что у меня есть, тогда меня это задело, и я начинаю думать, делать или не делать. Ну, раз я знаю Писание, по милости Божией, сколько-то, я сразу сверяю во свете Библии. А свет этот сразу осветит, как идет. Поэтому мнение этих людей – писка мара, жужжание жука, карканье вороны. Нас оно не может сдвинуть с места никак. Еще раз говорю, если будешь поминать, ну, само собой, что за отца Владимира, для меня он священник остается. Ну, под благословение нельзя подходить, ну, в моих мыслях. А тут понятно. А что Алексей-то, и он-то какое. Я его биографию-то уже просмотрел, где он был, где работал-то. Секс-индустрия, другого не назовешь у него. Но он у меня все время в молитве. Если будет возможность, вспомните, помолитесь, чтобы нам встретиться. Я его зову в Потеряевку, чтобы он пожил, и сына болящего, у которого шизофрения считают, а может, без основания, чтобы он приехал, и здесь будем молиться. Вот. Вот такое мое желание. Но я не знаю, он свободный человек, но вряд ли он. Аня, видишь, первая встреча у него прошла с Владимиром Головиным-то, и у него сразу посещаемость увеличилась, говорит, там, в разы. Ну, а какое тебе от этого дела, когда ты табак-то изо рта не отпускаешь, прорванял всем этим, зловонием этим? Ну, что тут говорить? Молиться надо. А мы, говорит, запах живительный на жизни, запах смертоносный для приговоренных к смерти. У нас двойной запах, как апостол Павел пишет. Ну, вот, если нет больше ничего, расстаемся. Все. Бо славу Божию. Спаси Христос. Благодарю за вопрос, и что пришли в гости. До свидания. Благодарю, Господи. Аллилуйя. До свидания.